Всем добрый день, зовут меня Руденка Алла. Результат, я хочу сказать, что в компанию Forever, на сегодня я ассистент супервайзера, пришла изначально на продукт, потому что свою проблему я решаю уже более 26 лет. У меня серьезная проблема с ногой, в один прекрасный момент я просто-напросто подвернула ногу, и что привело к более четырех операций местного, и серьезная операция была по... оперировали правый голеностоп, кто знает, медики, остеоми литкости. Ногу спасли, слава Богу, 5-6 месяцев реабилитации больница была, затем были костыли, палочка, но вот 26 лет я уже восстанавливаю свою ногу. И был такой прекрасный момент, когда я переехала в Киев, снова нога начала текать, и я реально не могла вообще, как говорится, сстать на ногу с кроватой. Вот тут уже как бы звучало, я по 40 минут расхаживалась дома для того, чтобы выйти из дома. И предложили наша клиника Ситенко, сделали обследование, предложили оперировать и менять голеностоп. Ну, я как бы немножко уже понимая, в чем суть, при том клинические анализы показали острый дефицит кальция в организме, я понимала, что замена сустава это не панацея, и ситуацию не исправит. Менять все суставы, как конструктор, я не хотела. Начала искать альтернативу. Я как бы начала искать кальций, нашла я кальций, сразу я принимала кальций немножко другой фирмы. Но потом мне предложили форевер, у меня есть, мы сейчас уже наставлю, подруга, как у меня была Татьяна, зная мою проблему, что я решаю уже очень много лет свои вопросы с ногой, она мне предложила форевер, показала сока лоя, показала набор свободы движения, куда входит гель с хондроитином, глюкотамином и органической серой, основа этого набора. Там же есть у нас и активные кальции, которые мне был необходим, там же есть натуральные минералы, которые тоже необходимы для восстановления опорно-двигательного аппарата, гиалурон, который кололи мне в сустав, оно форевер есть в виде капсул, и это очень удобно и комфортно. И два лосьона, согревающий гид, и лосьон с МСМ, с органической серой, МСМ-гель, который наносится наружно. Вот в компании, в принципе, так как я уже не один год занималась профилактикой своей ноги, поэтому, когда подписала контракт, я брала комплекс. Я брала изначально программу Зи-9, потому что понимала, что нужно начинать с очистки, брала тач, свободу движения, полностью набор, и брала Вайтл-5, это 5 необходимых продуктов, и он есть с соком, с хондроитином, глюкотамином и органической серой, 4 сока в год. Вот этого комплекса мне хватило на 3,5 месяца. Что я получила в результате? Так как я находилась на основной работе, я работаю в УУН-сфере, и, в принципе, активный образ жизни. Я была там всеми бухгалтерами, гладовщиками, ящики отгружала, ну, все, что нужно было, все делала. И, получается, когда я не могла реально стоять на ногу, то это все затруняло. И после полтора месяца приема, даже не три, после полтора, я уже бегала, у меня как раз был серьезный летний сезон, никто вообще не верил, что у меня проблемы с ногой. Я бегала так, что, ну, говорили, что выдумываешь. Действительно, ушли боли, ушли отеки, я могла нормально встать с кровати. У меня как бы ушли, давняя травма попчика была, но вот на приеме продукта, она у меня как бы перестала... Я заметила, что у меня перестала болеть поясница, то есть восстановилась и давняя травма. То есть за три, реально за три с половиной месяца я как бы восстановилась и поняла, что этот продукт будет в моем рационе, в принципе, всегда. Потому что, как бы там ни было, мы все живем, как говорится, в мире, где на сегодняшний день с едой мы недополучаем то, что нам необходимо. И не застрахованы никто ни от чего. Через двух год буквально я лечу со второго этажа и рву связку на этой же ноге. Но, зная наш продукт, правда, я поехала в больницу. Мне положили гипс. Надо было ехать на мероприятие, я была на костылях с гипсом. Я была на костылях с гипсом. Сказали месяц, приписали тоже пакет аптечный. В аптеку я не пошла, ребят сразу послала нас в то время. Был офис еще в Харькове открытый. Я послала ребят, мне привезли свободу движения. Гипс я сняла буквально через неделю, даже через 10 дней, потому что мне нужно было наружно еще хип и МСР мазать, а он мне мешал. Поэтому я его сняла и уже через неделю я на костылях была на работе. То есть через месяц, чуть больше месяца я уже ходила без палочки, без костырей, без ничего. То есть это работа продукта. Продукт работает и очень быстро. И в принципе я как бы профилактически теперь два раза в год у меня получается набор свободы движения. Я его полностью пробиваю. Или есть у нас еще комплекс с такой добавкой как Форевер Му. Она тоже как бы заменяет свободу движения. Опять же сок, Форевер Му, кальций, натуральные минералы, что-то из медопродуктов, череду и маточная, прополис, потому что убирает все воспалительные процессы. Еще момент. Затронули тему ковида. Но я как бы не планировала. Но два слова скажу. Когда только начинался этот процесс, приехал друг с родины Самая-Скерсонской области, приехал друг и заболел. Заболел, мы не понимали, что никто не стал другом симптоматики. Ковид, ковид, все как бы об этом говорили, но никто ничего не рассказывал особо. У меня в квартире человек, чужой, ну так сказать, друг, 41, температура. Куда, какую клинику везти, не знаю. Прописки нету. Думаю, а у меня СИЗО. Здесь на карантин тоже меня перспектива не радует. Мне надо как бы делать СИЗО. Что я делаю? Да, я везу в плотную клинику. Ему назначают антибиотики. Я колола и колола разжижатель в живот. Но при этом я давала наш прополис, сок, АКЖИ, ну чисто как бы на интуиции. Потому что 41 человек горит, мне надо что-то делать. И я его параллельно, я поила наших продуктов. Я разжижала ему кровь. 10-12 дней на антибиотике. Месяц я его поила продуктом. Человек, все нормально. Говорят, ковид. Ну, наверное, все-таки был ковид. Но правда мы сделали томограф. Томограф показал 70% поражения легких, густородие, воспаление. Я так понимаю, что это был ковид. Мы были в одной квартире. Я муж. Никто не заболел. Потому что, просто потому что, ну как бы, тут уже не защитишься, когда человек просто рядом. И никто не заболел. Все нормально. Хотя все наши родственники, которые все боялись, все переболели. Кроме нас. И сейчас, вот я Татьяне говорила, позавчера бегала на рынке. Я вообще человек очень активный, не умею ходить медленно. Поэтому все время бег. На рынке у нас дороги не очень это стало. Опять неудачно стало. Звоню. Говорю, Таня, как я буду выступать, если у меня нога опять в этом эластичном бинке? Я подвернула снова свою ногу. Она говорит, нормально. Я говорю, да, ей больше покоя. Говорит, и все это. Сейчас стою на ковбуках. Я так же и пришла. Спасибо большое. Разум. Меликолепный. Работает. А, еще две секундочки. Скажу. Ну, не могу. Два дня, как я приехала с родины. Я ездила на родину. У меня появился, ну, как я сказала, я изначально пришла на продукт. Но, наверное, приходит какое-то время, когда ты понимаешь, что просто восстанавливать себя уже не получается. Надо об этом, как говорится, говорить. Я как бы начала параллельно со своей работой заниматься бизнесом и подписываю девочку, с которой я знакомлюсь в интернете, в фейсбуке. Но она оказывается с моей деревней, с моей ПТ. Я ее не знала. Я ее не знала. Она подписывается и говорит, если ты мне поможешь, я приеду. Я приеду тебе помогать. Я еду в Лебедевку, буквально вернусь два дня назад. Девочка имеет четырех детей. Пятого похоронила. Семь месяцев в тракте, как говорится, в депрессии. Другая могла мама просто сложить. У нее есть дети. У нее есть стимул. Ей надо работать и жить. У нее есть дети. Она прошла и ахмагеты. Девочка без иммунитета, самая младшая. Ну, то есть, уже все попробовала. Она говорит, наверное, это было, как бы, я знала, что где-то что-то есть, какой-то продукт, но не знала, где искать. И пришло время, как бы, девочка заходит на два балла. В течение месяца делает пять баллов активности. Я была в Лебедихе. Я ей помогаю строить бизнес. И, честно говоря, когда я приехала, ну, сейчас тут даже мурашки по коже, я очень много не увидела своих знакомых. Людей, с которыми я работала, которых знала, которые моложе меня. И они просто поуходили. И не от ковида, а от онкологии. И я понимаю, что где-то кого-то я не включила в свой список и не вовремя не позвонила. И людей просто нету. А был выбор. А, возможно, они бы его использовали. Поэтому хочу обратиться на всем, кто сидит в зале. И внесите в свой список всех своих знакомых и донесите информацию. Человек выберет сам, нужно ему это или нет. Но ему нужно об этом сказать. Спасибо большое. Спасибо.